ММА Бетс Мало здесь 5-раундовые бои, да, их весьма, весьма немало. Собственно, все разберу в формате подкаста, все как обычно, у нас в Бойцовском клубе диванных аналитиков. Ссылочка в описании, в закрепленном комментарии, присоединяйтесь. Собственно, что касается конкретно этого поединка. Да, это финал, это 5 по 5. И, собственно, здесь, ну, ребята, оба, ну, не с самым лучшим кардио, скажем так, да. Что касается Амария Ахмедова, да. Ну, он у нас после увольнения из UFC проиграл первый бой в ПФЛ. И, в принципе, проиграл, ну, в своем таком типичном стиле, в котором и раньше он проигрывал бои. Вот и в 15-16 году. То есть, более-менее неплохо ведя поединок, устав к третьему раунду, улетев в нокаут. Ну, вот такая классика, да, у него в дебюте ПФЛ случилась. Но после этого он провел 3 поединка и все 3 поединка выиграл. И вполне себе достойные бои, надо сказать, показал. Причем 2 даже боя выиграл досрочно. Ну, а в крайнем поединке, собственно, он был андердогом, да. Он был, он дрался с крупным весьма соперником и выиграл его решением судей. В целом, у Мария Ахмедов, конечно, максимально опытный боец, который все умеет. У него вполне себе нормальная, приемлемая ударная техника, да. У него, у него и панч тоже есть, как оказалось, да. И к тому же, конечно, очень хорошая борьба. Ну, вот, ну, не самая лучшая выносливость. Да, он может распределить, когда он грамотно бьется. Он, в принципе, все 3 раунда может отбиться, может грамотно распределить. Но, опять же, если, ну, вот прям какой-то очень сложный, напряженный бой, энергозатратный, да. Прям, конечно, усталость сильно его настигает. Ну, и еще одна проблемка. Ну, не самая крепкая челюсть. Да, есть такой момент. Он был нокаутирован не единожды и даже бой назад с вот этим вот Теодоросом Аукстолисом. Не знаю, правильно я читаю это или нет. Ну, в общем, такой довольно здоровенький такой дзюдоист по базе. Ну, и Ахмедов отлетел от него в нокдаун. Да, он прям нарвался на такой довольно тяжелый удар передней левой рукой соперника. Прям улетел, сел. Это был полноценный нокдаун. Но, благо, он сумел все равно выиграть бой в партере в втором раунде с Абмишином. Но, тем не менее, звоночек очередной. И мы это, конечно, с вами будем иметь в виду. Вот. Где готовился, мне, кстати, сказать сложно. Насколько я понимаю, не весь лагерь у него был в АТТ. Потому что, вообще, он в последнее время в UFC, он постоянно в АТТ тренировался. Но, судя по фотографиям, в том числе он готовился в Махачкале, что, в принципе, тоже неплохо. Роб Вилкинсон, его соперник, кстати, тоже бывший боец UFC, 30-летний. Ну, такой довольно здоровенький, здоровенький человек, да. Вы сами видите по антропометрии, он крупнее Мария Ахмедова, у него руки длиннее, да. Ну, что могу по нему сказать? Он, конечно, пока в ПФЛ просто катком по всем проходится, да. У него три победы, все три нокаута. Первый раунд, первый раунд, там 46 секунд второго раунда. Это все классно, мощно. Но давайте вспомним, что у него было в UFC-то. Почему он там не выступает до сих пор, да. Может быть, какие-то проблемки были? Конечно, были проблемки. Конкретно с выносливостью. Он провел два боя в организации UFC в 17-18 году. И оба боя проиграл во второй половине второго раунда. Как думаете, совпадение, да? Но, конечно же, нет. Естественно, человек, у которого за всю карьеру только один поединок дошел до решения, ну, уже настораживает, да. Уже какие-то такие вопросики возникают. А у него там нормально вообще с кардио? Вот как, да? То есть, помимо этого, вот одного единственного боя, который до решения дошел, у него всего один бой за всю карьеру зашел в третий раунд. Ну, то есть, понимаете, человек, в принципе, не заходит ни до решения, ни до третьих раундов. И, да, с кардио беды в UFC, по крайней мере, были действительно серьезные. Очень сильно. Вот буквально на третьей, после третьей минуты, да, второго раунда он буквально заканчивался практически, да. Но после этого несколько побед одержал у себя там в Австралии. В том числе выступал по кикбоксингу, в том числе выступал по боксу. По ММА все победы одержаны в первом раунде очень быстро. Ну, и, собственно, попал в PFL, где мы, опять же, его кардио не видели. И я хочу отметить, что я очень внимательно посмотрел бой с Брюсом Сота, который зашел во второй раунд. И мне все-таки показалось, что прям, ну, наглядно была видна усталость Роба Вилкинсона в начале второго раунда и в конце первого. Прямо это было видно. Собственно, ну, вот эти вот первые секунды второго раунда, хоть он и отдохнул между раундами, было видно, что уже он стал медленным. Он стал бить меньше ударов, да, он стал больше ждать. И, собственно, я думаю, что это прям такое прямое, прямой знак, да, от того, что, ну, вряд ли он улучшил свою кардио прямо, скажем, после UFC. Очень вряд ли. Так вот, пятираундовый бой. У обоих не самое лучшее кардио. Но надо заметить, что у Роба Вилкинса просто тяжелейший панч. Он сам по себе такой здоровенный, физически сильный. Вообще, кстати, вот если я не ошибаюсь, по-моему, база у него все-таки борцовская, то ли дзюдоистская, что ли. Но, опять же, поправьте меня, если я не прав в комментариях. Я не против, только за. В любом случае, в последнее время он предпочитает в стойке ставить. Да, кстати, с Брюсом Сот он поборолся вполне себе вменяемо. Так вот, у него очень тяжелый панч. Видна его мощь, да, видна его физика, виден его панч. И это, конечно, очень такая большая опасность для Амария Ахмедова, если Роба Вилкинсона попадет. Но если все-таки он не попадет, и если бой затянется, ну, честно, мне трудно представить, как они оба будут пятираундовые дистанции проходить. Потому что, ну, Роба Вилкинсона мы не видели на протяжении даже третьего раунда уже миллион лет, да. Ну, Амария Ахмедова, ну, мы его хотя бы видели в трех раундах. Вот в прошлом бою с Сильверио, да, мы видели, да, устал там Амария Ахмедов. Сложный был бой, опять огромный соперник. Но достойный бой. Амария его выиграл, все три раунда провел, хоть и устал. Вилкинсона мы не видели даже на второй минуте второго раунда в ПФЛ. А последний раз, да, когда мы с вами его видели на UFC во втором раунде, ну, было все очень плохо. Поэтому, конечно, мне не совсем здесь понятны, если честно, коэффициенты, да. Здесь идет фаворитом у нас Роб Вилкинсон. Он идет за 1,44, Амария Ахмедова за 2,85. Я в целом понимаю, что такой расклад делается по той причине, что у Амарии Ахмедова в ПФЛ поражение есть, да, оно досрочное. И, к тому же, он был бой назад в нокдауне, да. А вот Вилкинсон в ПФЛ выступает прям супер уверенно. Вот буквально, буквально вот пришел и сносит всех. Просто сносит в первых раундах. Поэтому, ну, наверное, наверное, вот отсюда строятся коэффициенты, да. К тому же Вилкинсон больше, да. Ну, не знаю насчет того, физически сильнее или нет, но он откровенно крупнее. Вот. Но, опять же, на стороне Амария Ахмедова есть, конечно же, свои козыри. Это огромный опыт, это уровень оппозиции. И, в целом, его разносторонность. Я вижу, что Амария Ахмедов довольно, ну, скажем так, неглупо работает. Распределять кардио по ходу своей карьеры он все-таки научился. Поэтому, мне кажется, что шанс у Амария Ахмедова здесь есть, в принципе, более-менее приемлемый, да. То есть, если он не улетит быстро, да, то потом все может быть весьма близко. Прям весьма близко. И кто из них там уже сильнее устанет в четвертом-пятом раунде, если бой затянется, для меня это уже вопрос, наверное, все-таки открытый. Поэтому, вот такие вот мысли у меня по бою конкретно, да. Я здесь, опять же, по таким кэфам выбрал бы, наверное, Амария Ахмедова поболеть. Но вы тоже имейте в виду, если вы рассматриваете этот бой с точки зрения ставок, то в любой момент, да, каким-нибудь касанием, да, джеба Рубинкессон может просто нокаутировать своего соперника. Вот и все. Вот. Поэтому здесь нужно, конечно же, осознавать риски. Итак, по таким кэфам я выбираю Мария Ахмедова, поболею здесь за него.